Самая первая проблема, прям ее номер один обозначим, с чем сталкиваемся все мы, называется барьер Свой-чужой работает следующим образом, и мы все через него проходим, в нем есть две составляющих, это составляющая эмоциональная и составляющая логическая Для того, чтобы понять, почему именно так, нарисую вам такую очень простую схему психики, которую еще Фрейд в свое время предложил использовать Где в центре находится я эмоциональная Я эмоциональная Вот у этого я эмоционального есть следующие характеристики, здесь вот давайте их выпишем Первая характеристика, живет вне времени, вне времени живет Живет вне структуры, структуры нету, целей нету, ресурсы не оценивает Живет чем? Живет образом Образ И живет словом хочу Это я эмоциональная Это оно здесь в центре Над я эмоциональным находится другая структура Да, я эмоциональная, что еще важно? Оно появилось эволюционно первое, биологически первым появилось Поэтому это более мощная структура Она первая срабатывает Поэтому, когда мы первый раз человека увидели, сработала сразу же я эмоциональная И на основании чего ставится оценка, как вы думаете? Первый раз увидели человека Как говорит, как выглядит, как пахнет, как двигается Но вся невербалика Вся невербалика мгновенно пронеслась перед глазами И если в нашей психике есть такой опыт с положительным знаком То есть для нас это нормально Это свой А если нету, то это чужой Дальше включается логический фильтр Над я эмоциональным находится я логическое Я логическое Я логическое имеет следующие особенности Живет во времени Планирует Структурировано Структура есть Ставит цели Оценивает ресурсы Не понимает, что такое образ Не понимает, что такое хочу Это я логическое С точки зрения переговоров Это та ситуация, когда человек начинает говорить Если он говорит вещи для нас правильные Правильно То это кто? Это свой А если неправильные То это чужой Мы обычно Я не взял с собой, к сожалению, тетради Тут просто в таком цветноте Рабочие показать Я обычно прошу людей Прямо выделить где-то у себя страничку Или там какое-то отчеркнуть место Где написать правило ведения переговоров Это не те банальные вещи Которые мы в рассылке разослали Но они понятные А реально то, что работает каждый день И то, что действительно приводит к прогрошу Или к выигрышу Правило номер один Которое можно именно глобальное Важное правило записать Звучит так У профессионального переговорщика Этот фильтр должен быть отключен И над этим нужно работать Это просто так не выключается К сожалению То есть у нас всегда есть соблазн Разделить человека на своего На чужого Я вам приведу пример недавно У меня переговоры были Я приезжаю на встречу Генеральный директор Все в костюмах В офисе Ну все там Дресс-код Все как надо И тут заходит генеральный Шлем с рогами Хайер вот такой Байкер И садится за стол Там ноги на стол И начинается коммуникация Я для себя внутри чувствую Что сработал барьер Ну то есть Это чужой И потребовалось Ну то есть Я это уже там ловлю для себя Я там применил Сам к себе Кое-что То есть Все нормально Я все начал коммуницировать Но все равно Очень тяжело были переговоры Потому что модель какая Я пришел к вам на переговоры Вы себя ведете не так В моей модели Как я того жду Я посылаю вам сигнал Что вы чужой Отзеркаливание Никто не отменял Знаете да Что такое отзеркаливание Почему собаки похожи На своих хозяев Потому что легче всего Деркаливаются Или хозяева На собак Да кстати Но в силу того Что люди все-таки Дольше живут Скорее собаки То есть Мимические мышцы Быстрее всего Деркаливаются То есть Неосознанно происходит И Я посылаю сначала Человеку сигнал Невербальный Что он чужой А он Начинает посылать его мне В итоге у меня Формируется Так называемое Иррациональное возражение Что-то неадекватный Клиент Ну так себя не ведут Причем На чем это будет построен вывод Вообще не важно уже То есть И формируется конфликт Конфликт у которого Нету как бы почвы Ну то есть Вроде нормальные люди Пришли пообщались Ну вот Но мы не можем объяснить Если мы Начинаем анализировать Не включился ли Свой чужой В этот момент Вот здесь Вот Вот здесь Вот на этой границе Находятся механизмы Защиты психики Их там от 8 И до Вот здесь Они используют для того Чтобы с ума не сойти Потому что здесь Часто идет внутренний диалог Между Я эмоциональным И я логическим Ну диалог такой Я эмоциональный Например Говорит Слушай Давай машину купим Я логическое Что отвечает На что Денег нет Я эмоциональный Что говорит Да какие деньги Какие деньги Ты только представь Ты представь Как ты будешь ехать У тебя рука будет Высунута в окно На торпеде Будет такая собачка Вот Розочка будет На рычаге переключения Вот Будет магнитола Волосы будут развиваться По ветру По ветру Я логически Говорит Да Но тогда придется Кредит брать Это все потом Потом Разбираться будем Что там и как Сейчас главное Вот Владеть Вот Вот здесь Работают механизмы защиты психики Можете взять Посмотреть Есть тест Называется На ведущий механизм Ну он так называется Ведущий механизм защиты психики Если нужно будет Потом я оставлю там контакт Или через менеджеров Бизнес-школы Вот Можете Ну мы общаемся со всеми Достаточно открыто По скайпу часто идут Там Подготовка к переговорам Вот Есть тест Который позволяет понять Какой у вас механизм защиты Ведущий Потому что Если у вас есть слабые механизмы То если в них ударят Вы провалите в эмоцию Здесь правило номер два Можно написать себе Что если у вас В переговорах Спровоцировали эмоцию То есть ударили туда За счет чего Обстановка специальным образом сделана Запах использован Сейчас очень много У меня есть таких примеров Использован Секретарь Который в важный момент Зашел вдруг Такой полуголый секретарь И так чай вам подал Чтобы было видно Что это секретарь Вот А не переговоры Вот Зачем Провоцируется эмоция Потому что как только у вас У вас оппонент спровоцировал эмоцию Или вы спровоцировали эмоцию Нужно записать себе одну простую вещь Эмоция блокирует логическое мышление Она задавит логику Поэтому цель всех манипуляторов Она одна простая Спровоцировать эмоцию Чтобы вы сделали ошибку Поэтому нужно для себя сидеть и контролировать Ага, ушел в эмоцию Вот правило звучит так Если спровоцированы эмоции Переговоры о бизнесе Можно прекращать Или нужно прекращать Но вы не договоритесь Вы проиграете дальше Почему переговоры семейные сложные Если мы находимся с вами в переговорах С контрагентом С партнерами Или где-то у нас Мы там логику какую-то преследуем У нас цели есть Мы там ресурсы какие-то планируем Здесь в семейном формате эмоции идут Не за что зацепиться Все время все соскальзывает Все время разрушается Не все могут в логике там работать И поэтому эмоция спровоцировалась Все произошел выброс эмоций То есть пока не стабилизируется ситуация Переговоры вести нельзя